Привет, дорогие подписчики и зрители канала. Меня зовут Артур. Мы продолжаем проходить Max Payne 2. The Fall of Max Payne. В предыдущей серии мы, собственно, начали игру. Сейчас мы находимся в бывшем клубе Рагнарек, который купил Владимир Лем и назвал его Водка. Ну, собственно, клюква в полном, как говорится, своем репертуаре. Тем не менее, нам нужно спасти нашего друга Владимира. Они получат, на что нарывались. Теперь осталось только найти этого ублюдка с микрофоном и заткнуть его пальцы. Так. Блин, да чего круто в данной игре стрелять. Владимир Лем атакует бойцы какой-то итальянской семьи, что ли, не совсем понятно, но... Кто-то разговаривал по другой линии. Так, кто там разговаривает? Крошка, не волнуйся. Я выкручусь, как обычно. Когда это я не выкручивался? И тут Макс. Ты же знаешь Макса. Я тебе позвоню потом. Я люблю тебя, крошка. Влад настоящий джентльмен. Успокаивал свою подружку. Ясное дело, не Энни. Да уж. Энни в предыдущей части убили. Была такая афроамериканочка. Так, стена заложена. Ищем. Ищем Блада. Да, вроде как это какая-то итальянская мафия. Что-то такое у них есть. А это вам как, суки! Хе-хе. Майк, ковбой с калашом. Да, настолько круто это все сделано. Ты Макс Пейн? Да-да. Боюсь, что да. Макс, это я, Майн, друг Владимира. Шериф, не хочешь сделать меня своим помощником? Пойдем вытащим твоего босса, пока он нас до смерти не уболтал. В атаку! Хорошо, у нас появился мощный союзник. И у нас появился Линграм, что меня радует. Так, я сюда могу пройти, нет? Может, тут у нас секретик какой-нибудь? Но, судя по всему, нет. Так, Майк. Хе-хе-хе. Вставай, давай. Офигенно, проработка окружения возросла в разы. То есть, куча всяких объектов на экране. Они сами напросились. Ты просто иди по следу. Приключение капитана Бейсбольная Бита. Отличный сериал. Очень смешной. Бейсбольная Бита. Подружка капитана Бейсбольная Бита. Ты че? Пока она мне подружка. Вечное проклятие капитана Бейсбольная Бита. Вот это ближе к правде. Его подружку-велоспедистку похитил подлый демон Максвелла. Убери от меня руки, урод поганый. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Чтобы спасти ее, Эпитан должен пробиться сквозь полчища прислужников демона, жук их демонов, зомби из глубин космоса. Хе-хе. Баты заняты? Бабок! Мать! Пау! Отличный удар! Капитан Бейсбольная Бита попал точно в цель. Но сможет ли он найти логово демона Максвелла, прежде чем закончится игра? Это вы узнаете в следующей серии приключений... Хе-хе-хе. Блин, но местные телевизоры вообще доставляют. А тут вообще, по-моему, говорили, что несколько часов этих видео... Здесь серьёзные стволы. Потише, потише. Просто забирай всё, чтобы им ничего не осталось. Смотри, Вова! И после первого Макс Пейна, конечно... Ой, 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 что происходит? Логика подсказывала, что подкрепление уже должно быть в пути. Кто-то наверняка слышал выстрелы. Логика, как обычно, лгала. Понятно, я сам себя изранил. Там патроны лежали, я в них попал, и началась свистопляска. Ну-ка. Блин, Майк, отойди куда-нибудь. Короче, такие дела, надо быть осторожным. Смотреть, куда стреляешь. Но в целом, враги таких каких-то особых проблем не доставляют. По сравнению с первой частью. Вот как надо это делать. Они вырубают одного из нас, мы вышибаем их всех. Что тут можно сделать? Босс у нас Винни, а он больше занят своими игрушками. Наше дело оружие. Наше. И мне плевать, кто там думает по-другому. Мы занимаемся оружием. Верно. И что ты можешь сделать? Эу. Мы их достанем. Давай наверх. Давай-давай, пойдем. Молодца. Хорошо стреляет. Впервые за долгое время я NPC-помощник, который не вызывает раздражения. Так, ладно. Сейчас меня неплохо так постреляли. Хорошо. Да, стрелять, конечно, очень интересно. Круто. Так, Майк, где? Куда Майк подевался? Ладно. Это я сглупил. Надо быть поосторожен. Так, Майк. Пойдем со мной. Иди убей его. Ага. Не тут-то было. Вообще, как-то этот заход не особо хорошо пошел. Молодца. Врубать только так. Только в путь, как говорится. Сохраняемся. Вы, собственно, погнали. Так, минус. Майк, друг мой! Мне, конечно, весело! Но патроны у меня не бесконечны! Давай, живей! А? Кто где шарашит? Так, ну ладно. Пойдемте уже спасать Вада. Слишком много стрельбы непонятной. Это... Надо мне сбивать с толку. Что-то много аптечек. Довольно просто жить. В целом, игра, конечно, отнюдь нелегкая. Но после первой... Уже... Далеко не так сложно, как могло бы быть. Может быть, уже было слишком поздно. Да, воюй. Хе-хе-хе-хе. Ну, хоррэ, ну. Вообще, удобнее сделали. То есть, не просто... Либо прыгаешь, либо ходишь, как обычный человек. А здесь у тебя есть две возможности. Можешь вот так вот бегать, а можешь уже прыгать. Причем за замедление время... Ой, шоколад не тратится даже на сколько я посмотрю. То есть, как-то по разнообразнее сделали. Майк там неплохо справляется, поэтому я, собственно, оставлю его наедине с этими приятелями. И вот, новыми пусть себе разбираются. Мы пока возьмем всякие вещи. А повоевать мы всегда успеем. Так. Че тут натворил-то? Хорошо. Где у нас Владимир Лев? Кстати, давайте-ка посмотрим, как у нас в этой части с дробовиками. В предыдущей дробовике не очень хорошо стреляли, надо отметить. Но я не скажу, что прям плохо. Здесь, я думаю, так же будет. Блин, Майк, помогай. Че ты их дохрена тут. Да, местная перезарядка, шикарно просто. Да, дробовик с такого расстояния все-таки не то. Отлично. Ой-ей-ей, хорошо стреляют. Так, щас лез. Офигенно. Просто офигенно. Куда Майк опять подевался? Так, ну-ка давай. Шо? Ничто. Виня живой, что ли? Я даже не попытался. Держись, Влад. Макс! Я иду. Вот эти вот детали я вообще не помню. Как приятно все-таки вот такие хорошие игры, как будто по-новой переживать. Как хорошо, что у меня такая плохая память. Забываешь прекрасные игры и проходишь их как будто в первый раз. Ты заплатишь! Ты мать твою! Ты заплатишь! Мой герой. Ты спас меня. Хочешь поцелую? Винник Ганити? Преступный гений? Убирает всех конкурентов в подпольный торговля Рыжи. Мелкий бандит явно подружился с кем-то покрупнее. А ты сам чем кормишься? Напомни. В корне перевоспитался. Честная пионерская. С моей водкой ни один ресторан не сравнится. Озолочусь. Энни была потрясающей. А ее убили не за грош. А руку тебе сейчас задели? Нет, вчера. Не присоединишься? Сделаем вид, что я при исполнении. Винник Ганити, офигеть. Мелкий червь. Где-то в ночи, словно открылась дверь, донеслось эхо прошлого. Чудовище в бездне моего разума опять пробудилось. Когда закрываешь глаза, смотришь в себя, в темноту. А теперь адрес неизвестен. Я давно не спал. А когда засыпал, мне снились кошмары. Я был в плену кошмара. Злой двойник увел мою девушку. В дурном сне, что ни делай, выйдет несчастье. Я гнался за ним и попал в мрачный параллельный мир. В город Нуар-Йорк. Я просыпался ночью в страхе, что день это просто сон. Как-то все это попахивает Алланом Вейком. Блин, еще долго ходить до игры. Все-таки Ремиди это Ремиди. Он был Джон Зерка. Он был дьяволом во плоти падшим ангелом. Плоть падших ангелов. Он был серийным убийцей. За свои убийства он подставил меня. Я прятался в дешевом мотеле. Однажды ночью меня разбудил стук в дверь. Так, я похоже сплю. Кто просунул под дверь записку? Это была улика. Это хибарка Макс. Надо сказать, дыра еще та. Я погружался в тайну в тщетной попытке поймать. Монат. Монат. Ничего себе. Так, довольно жутковатые приходы, надо сказать, у Макса. Что в первой части, что у второй. Так, потихоньку, надеюсь, они меня не придавят. Хорошо, это что за операционная вообще такая? Получила пулю в голову. Макс, прости, что разбудил. Какая мона, а? В первой части была похуже. Рожка, не волнуйся. Я выкручусь, как обычно. Когда это я не выкручивал? И тут Макс. Ты не знаешь Макса? Я тебе позвоню потом. Надо штурмовать стане. Пейн там. Они знают, что ты знаешь. Тебе нужно бежать. Макс, Пейн, брось оружие и выходи с поднятыми руками. Это последнее предупреждение. Живее, Пейн, и мы будем стрелять. Убейте. Стреляйте, да боже. Так, вроде бы так. Ой-ой-ой. Да, тут без шансов. Тут, похоже, только умереть остается. Тебе не нужен адвокат. Просто расскажи нам, что ты сделал. С тобой покончено, Пейн. Все, что ты скажешь, будет использовано против тебя. Что ты скрываешь? Она жива, да? Люди рядом с тобой умирают. Ты убил свою семью. Ты убил их всех. Сознайся. Я могу сделать один телефонный звонок. Уже сделал. Испытывай судьбу. Всяк. О, как вон. Да. Вот такие сны у Макса. Офигеть. Мой душ. Когда просыпаешься, мир в тумане. Что во сне было ясным, оказывается бессмыслицей. Никаких чудес. Никакого волшебного спасения. Меня разбудил стук в двери. Мона. Так и знал, что ты появишься. Макс, я не по твою душу. Войти можно? Ты в опасности. Я тоже. Нас обоих заказали. Никаких нас. Я бы должен тебя повязать по подозрению в убийстве. Я прикрывался полицейским значком. В жизни все случается не так, как ожидаешь. Оп. Снайпер! Они нашли меня. Приходить сюда было ошибкой. Подожди, Мона! Она... Возбудила меня. Пришла и ушла. И теперь в меня заедали. Мне нужно было поймать ее и узнать, что происходит. Так, убежали за ней. Да, где пробегает Мона, остаются одни только горы трупов. И все. Дверь была забаррикадирована с другой стороны. Поосторожнее с ружьем, леди. Детектив 304-й. У меня есть еще одно. Хотите? Хочу. Я не хотела стрелять, но он не оставил меня близко. Потому что Морька, он филы. Есть право его защищать. Я тебя понимаю. Покажи, где у тебя пушка, уважаемая. Бабуля пообещала, ничего не делает, а? Ну, боевая такая бабулька. Ладно, хоть более утолеющиеся взяли. Жадная бабка. Так, нам похоже сюда, что ли? Давайте-ка мы сохранимся. Вперед. С песней. Или нет? Что-то задается мне, что нет в итоге. Или нужно вон туда допрыгнуть как-то? А, вот, смотри. Дохните, мать вашу. Перезаряжается вообще шикарно. Да, надо было сразу десерт иглу просто взять. Как я по тебе соскучился в пистолете. Хотя как соскучился я в первую часть играл. Буквально пару деньков назад. Но все равно, приятно видеть старое доброе оружие из первой игры. Это Макс, я дома. Здание штурмуют уборщики, и они явно ищут меня. Их целая толпа. Мне нужна помощь. Макс, давай, держись. Мы уже едем. Мы вытащим тебя. Давайте скорее. Миледия, я пришла, чтобы видеть вас. Но теперь я понимаю, что это была ужасная ошибка. Миледии нет. Конечно. Милодия, я должна идти. Если нас увидят вместе, ваша репутация будет погублена. Миледия, остань. Милодия, простите меня. Миледия? Продолжение того сериала из первой части. Так, у нас, братья, не похоже. Хорошо так припил тут в одиночку. Все вроде как. Продвигаемся дальше. Так, минус два. Прям в упор. Спешно полетел. Так, что-то уборщики какие-то непонятные совершенно ребята. Опять эта бабка, что ли? Подожди, я тут был, что ли? Нет, не должен был быть. Как мило с вашей стороны, юноша, проведать старую... А это другая? Я просто проходил мимо меня. Какой славный юноша. Не то, что те наверху. Они говорят, что делают ремонт, но что-то там слишком тихо. А мне выписали таблетки. У меня болела нога. Сейчас уже все прошло. Возьмите их, дорогой. Вам полегчает. Они в ванной. Хорошо. Если уж вокруг только уборщиков, то здесь могло бы быть и бать. Я слышала, как они разговаривали. Повезали ходит. Нас везде живет. Помню, как мы с моим Беном летом в деревню ездили. Да ты что? Или я это по телевизору видела. Совсем у тети. Крыша течет капитально. Почему она мне обещала свои таблеточки, которые у нее ванная. На меня ванную не пускают. Это печально, по-моему. Ну да ладно. Или ванную у нее тут. Но все равно не пускают. Так. Давайте сразу возьмем Desert Eagle на всякий пожарный. Если вдруг что. Чтобы с расстояния их можно было снимать. А, ну похоже на сюда. Я нашел берущий снайпера, битком набитой аппаратурой для наблюдения. Они следили за мной целые дни, недели, возможно даже месяцы. Каждое мое действие записывалось и анализировалось. О таком доказательстве мечтает каждый параноик. Да, прям что-то капитально изучали. Макса. Плановые квартиры. Фотографии. Да, блин, стул уйди. Отдавьте мне сообщение. Эй, где тебя ночи? Опять аппарат? Слушай, это отмазка про бессонницу, сцена как мил. Я знаю, ты кого. Просто хочу помочь. Сходи со мной на собрание анонимных алкоголиков. Спасибо, что позвонили в опасную связь. Чтобы выбрать девушку, нажмите кнопку. Кэнди 1, Кэнди 2, Мона 3. Вы нажали 3 и выбрали Моно. Привет, это Мона. А как тебя зовут? Мне просто нужно с кем-нибудь поговорить. Нет, это секс по телефону. Здесь только и дело, что говорят. Да, точно. Это... А как вы помогаете в таких случаях? Что вы делаете? Я думал, это поможет, но стало только хуже. Просто скажи мне номер своей кредитной карты, и я буду слушать тебя. Умно. Я убил их всех, но стало только хуже. Это не вернуло их. Эй, ты что? Их какой-то? Извини, это просто... Извини. Да, прослушка капитальная идет. Так, ну что? Давайте убираться, что ли? Максу явно негде легко было слось, как в припадке. Взрыв раздался со стороны моей квартиры. О-о-о. Все, Макс, ты теперь бомж. Нет твоей квартиры. Да, тут натурально. У кого-то идея фикс была на Максе. Так, ну нам, тем не менее, пора уходить отсюда. Что-то это очень странно, на мой взгляд. Что происходит? Что-то... Офигенно. Только меня сейчас убьют. Укрытие! Он сразу с двоих стволов, что ли, стреляет? Я не понимаю. А в первую часть с одного стрелял? Ну ладно, сейчас мы ему отомстим. Здание тряслось, как в припадке. Взрыв раздался со стороны моей квартиры. Та, замолчи уже. Я знаю. Так, тебя. Ой-ой-ой, что-то нехило. Так, меня второй раз уже встречают тут. Так, надо сохраниться тогда, раз такие проблемы. Взрыв раздался со стороны моей квартиры. Мы тут сохранимся. Он вся взорвала, похоже, что ли. Ой-ой-ой. Я прямо на гранату прыгаю. Мне хана. Что-то их тут больно уж полно. Так, может еще поживем. Блин, ну напряженно было. Сколько их тут? Раз, два, три, четыре, пять. Пять человек, офигеть. Так, тетушка, ты спаслась там? Ну ладно, это уже хорошо. Вроде тихо. Пятый этаж. Шестой. Куда мы идем? Мы на крыше зачем-то поднимаемся. Нет, чтобы вниз идти. Это было бы более разумно, на мой взгляд. Если хочешь выбраться из здания. Я мне на крыше надо. Ну да ладно. Чтобы пройти, мне был нужен код. За дверью были большие квартиры. Специальные, а не улучшенные планировки. Так. Интересно, куда мы едем. Вообще наугад. О, ё, ё, ё. О, ё, ё. О, ё, ё. О, ё, ё. Данес. Дверь снаружи. Ужасные времена настали. Диктатуру уборщиков. Ну да. Че, ночевать пошел? Так, надо уборщика найти. Ой, ну то есть дворника. Уборщика-то у нас, уборщиков хватает. Так, куда же мне тогда идти? Явно не сюда. Видимо, все-таки в дальний конец этого коридора. Бейсмент, подвал. Туда. Отлично. Да, ну и дыра. По-другому просто не назовешь. Полиция Нью-Йорка. мне нужен код от двери седьмого этажа да да я его знаю сейчас вот 667 сразу за числом зверя понял 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 оставайся здесь ладно поет песню пояса fall late goodbye за главной темы макс пейна 2 вообще сотрудничество времени с этой студии с этой группой радует потому что и те и те очень талантливы тихо чуть не убили меня так все кажется уходим шесть шесть семь так отлично у меня 9 патронов всего ну да нормально получилось блин до чего же прикольно в этой игре стрелять это что то удивительное я уже сколько раз повторял на сегодня но действительно очень круто то есть современных играх как то совершенно по другому стреляется там начало все рассчитано на то что ты вот так вот тупенько прижимаешься к стенке и пиу 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 по одной по две пульки в них пускаешь а враги тупые смажут что-то попадает вот куда нибудь вот так вот стреляют ну чисто чтобы зрелищности добавить ты тут стоишь тебя пуль летят вроде как круто но на самом деле в тебя то особо никто не стреляет а в данной игре все целятся в тебя при этом как ты блин все настолько драйву вот что на мой взгляд прекрасно вот сколько боле утолеющих как проблем со здоровьем похоже угол не соблюдится в улице в честь главный ролик стать самой внешность первым экспресса Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! Вместо этого я следовал кровавым знаком, что оставлял зеркало, а он не сводился меня от нас. Ну, по крайней мере, подобрали отсюда кучу аптечек, что уже радует. Хотя, подожди, тут больше идти-то некуда, по-моему. Или есть куда. Так, странно. Тут закрыто. Пойдемте опять в эту комнату, видимо, я там что-то пропустил. Так, ну что тут еще может быть? А, вот, смотри. Я думаю, это ванная, и в нее даже и... А это, оказывается, целое тут крыло с огромной кухней. Блин, тут квартира офигенная так-то. То есть на верхних этажах квартиры крайне неплохие. Планировка, надо сказать, мое почтение. Так, дробовик. Что он тут делал, интересно. Вот, можно два дезертигла брать. Ах, это офигенно. Но я, пожалуй, все-таки возьму один. Для стрельбы с большого расстояния, по-моему, оптимально. Хотя, у нас тут есть вон что. Так, аккуратно. И че? А, вниз. Ну, давай. Готов. Еще? Там мы были. Так, куда дальше? Тут у нас что? От взрыва начался пожар. Но языки пламени не могли сжечь мое прошлое. Наоборот, тени за спиной все росли и росли. Понятно. Мне нужно было спуститься на улицу. Так, ну и что, давайте мы на этом завершим эту серию. Пока что могу сказать, что все довольно-таки офигенно. Интересно стрелять, интересный сюжет. Локализация не подкачала, очень мне нравится. Вообще, все очень необычно. И все-таки Макс Пейн, что первое, что второе, это, на мой взгляд, единичные игры. Таких очень мало. Поражает просто внимание к деталям, проработка всего. Это, на мой взгляд, круто. Увидимся в следующих сериях. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok